Итак, дорогие друзья, давайте-ка мы освоим написание приложений при помощи, значит, namespace. Сначала давайте разберемся, для чего это нужно. До этого мы разобрались, как получать данные из URL по слуг, слаг, да. Да, вообще, прежде чем писать сайт, для тех, кто первый раз смотрит это видео, вообще это видео для участников школы, я рассказываю. Хорошо, мы начали писать сайт. С одной стороны, можно было бы сайт написать там в 20 шагов и делать, как делает большинство, которое обучает программированию. Вот это делаем так, делает то-то, 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 нас это мало интересует. Нас интересует момент, почему мы делаем так. Второй момент, который нас интересует, мы работаем с Жангой 4 и нам надо хорошо разбираться в документации, опираться на нее. И поэтому мы подходим каким образом? Мы подходим так, как я описал, да. Давайте рассмотрим пример, чтобы было более понятно, а потом уже перейдем конкретно к урокам. Итак, посмотрите вот на эти четыре адреса. В них что одинаковое? В них все классы разные, но имена одинаковые. Зачем вообще так делается? Ну, во-первых, бывают ситуации, когда вы написали одно приложение и вы хотите создать раздел, вам примерно такое же приложение, вы берете, копируете, да, практически, только создаете там какую-то другую модель, но все остальное у вас работает. И понятно, что если у второго приложения одни и те же имена, то Жанга не будет понимать, как найти тот или иной URL-адрес. В этом случае приходит на помощь такое понятие, как namespace, пространство имен. Иными словами, поиск начинается с пространства имен, находит пространство имен, а у нас пространство имен разное, да, одно ES NS и второе WOR NS. И теперь мы можем использовать. И кто-то скажет, да, сейчас, да, ну это, можно же разные писать, но будем говорить так, что так скажет неопытный программист. Опытный программист делает именно по такой схеме. Почему? Во-первых, можно легко копировать и будет в себе приложение работать. Только немножко корректировать дизайн. Иными словами, нет никакой на самом деле путаницы. Потому что, второе, есть дело привычки. Допустим, кому-то нравятся все записи листа звать, вывод детали. То есть нет никакой путаницы. На самом деле, когда у вас будет там на сайте 15-20 приложений, и каждая будет иметь свое имя, да, при этом вы будете на самом деле путаться. Это будет отнимать уйму времени. Со временем к этому придете. С другой стороны, если мы просто оперируем пространствами имен, мы можем запустить, и даже, как вот админка в Django, несколько экземпляров одного и того же. И, в общем-то, решается все задачи. Поэтому использовать пространство имен вполне логично, вполне правильно и очень круто. При этом мы четко будем понимать, что наши приложения никогда не пересекутся. Итак, ну, теперь я скажу еще о той вещи, что самое важное – это разбираться в документации. Мы до этого проходили уже уроки и очень подробно разобрались, как извлекать по Slack. Так, да, у нас получилось... У нас получилось... У нас получилось... Вот, 10 уроков, да, 10 больше, 13 уроков. Но работали с документацией, то есть разобрались. И теперь, по сути дела, 1-2-3 тренировки, и мы уже можем планировать. А планировать наша задача вообще по Slack получать. Теперь namespace, потом по ПК, то есть каждый запись имеет ID. Ну, и уже остальные все варианты для вас будут доступны с документацией, так как вы ее будете уже понимать. При этом, на что делается упор? Сначала немножко черноватого юмора. В принципе, этот юмор относится именно ко мне, 2009-2011 год. Но, как я посмотрел, когда работал с исключениями сейчас, да, то есть показывал ребятам исключения, так делает очень много людей. Человек получает исключения и говорит, проблема та же, что и тады. Ну, а тады что было? Тады хрен кто рассказал. А ты спрашивал? Ну, тады спрашивал, почему не работает. А у кого спрашивал? У компьютера спрашивал, у браузера спрашивал, у гугла спрашивал. И помню, тады был злой, как собака. А в документацию ты смотрел, тады? А что там смотреть, там ничего не понятно. Ну, а теперь работает? Теперь ика работает. А как нашел? Методом копирования вставки на седьмой день заработала. Так вот, такого у нас не должно быть. Поэтому работаем с документацией так, как я показал видео. По сути дела, по сути дела, в этом описании видео, чтобы долго не рассказывать, в описании я дал видео, ссылку, два подхода в изучении Джанго-4. По сути дела, это смысл, да? Смысл какой? В одном случае, в одном случае, в одном случае, в одном случае, секундочку, в одном случае, человек летит, да, не разбирается в документации. По сути дела, ему достаточно информации, это так, это так, это так. Проходит год, и кроме каши в голове ничего нет. Причина очень проста. Начинает искать, то есть, желание стать программистом тает, так как человек очень четко понимает, что каша в голове, ее много. А писать, в принципе, не может. Вроде и кот понимает, да? На самом деле, вот в этом видео я ведь показал, что любую ситуацию легко воспроизвести. Есть две вещи, над которыми надо работать. Первая вещь, которую я бы поставил в край угла, это вот то, что я давал, система работы с кодом. То есть, по сути дела, система работы с отработкой кода, это основное. Вот так как я показываю Джанго, то и применяйте по этим урокам, как я показываю. С другой стороны, хотите вы или нет, у вас однозначно есть система работы с кодом. То есть, ай потом, ай работает хорошо, ай, ну это сейчас не важно, это и есть ваша система работы с кодом. Все пролетает. С другой стороны, вот здесь я показал на примере системы работы с кодом, мы 8 часов, практически 8 часов, ребята, разбирались с эльф. Вошли в классы, научились пользоваться методами с двумя нижними подчеркиваниями, но именно научились так работать с эльф, что именно практически, вот это называется, разобрались. То же самое сейчас, когда изучали слаг, 8 уроков, да, раскладывали и получали запись. Абсолютно верно, все время работали с документацией, с документацией, с документацией, с документацией. Почему? Потому что мы идем от нашего кода, который я объясняю, мы понимаем, к документации. Потом начинает работать обратное, читаем документацию и уже понимаем. Посему посмотрите видео и какой подход используете ли вы, и какой вы выбираете, это определять вам. В любом случае их однозначно два. В одном случае вы получаете кашу, в другом случае вы идете вроде бы медленнее, но растете очень быстро. Почему? Потому что разбираетесь, разбираетесь правильно. Все, спасибо. Ну а мы с участниками школы начинаем работать с namespace. И первое, что я участников школы попрошу сейчас с namespace. Мы с вами до этого делали, до этого делали по слаг, то есть у нас есть наше приложение, include, которое называется, getlinkapps. И пока впишите сюда namespace, присвоите значение, yes, ns. Можете написать свое. Это я просто написал, чтобы было понятно. И пока не забудьте вставить вот сюда эту строку. Namespace вообще по-разному оформляется, но пока сделайте так. Мы попробуем и с документацией Django 4 URL, и таким способом, иными словами, мы здесь определяем пространство имен. В следующем уроке уже начнем писать представления, начнем писать модели. Чем отличаются мои уроки? В любом случае, как и в предыдущих уроках, мы будем рассматривать со стороны URL в данном случае, так как мы решили изучить все основные способы URL, которые нам хватит на все случаи жизни. Но при этом понятно, что мы работаем с угла зрения URL, но при этом мы работаем с представлениями, с моделями и с шаблонами. Понимаем, когда пишем в уроках, как что связано, что от чего зависит. В голове всегда должен быть комплексный вариант. То также изучим основные исключения, которые иногда отнимают неделю новичка и все прочее. И, ребята, обращаю внимание, вот мы закончили, допустим, со Slack. Если вы не сделали еще одно приложение, то это очень плохо. Я рекомендую вам сейчас обязательно сделать еще одно приложение. Но уже не пользуйтесь подсказками. Попробуйте сделать приложение, вот как мы делали. Просмотрели уроки, создали приложение и используйте только документацию. То, что мы с вами использовали в уроке. Попробуйте написать, чтобы оно заработало. Если возникли исключения, все исправить. Не подсматривая. Вот так надо закрепить материал. То есть вы себя должны словить на том, что вы понимаете, как мы с вами разбирали. Как URLs относится к представлению. Как представление соотносится с шаблонами. Как представление соотносится с моделью. То есть все это надо четко понимать. Вот эти моменты комплексного рассмотрения, они очень важны. И теперь для ребят школы я каждый раз напоминаю. Ребята, все, что здесь есть. А сейчас мы, допустим, открываем модель. Мы видим модель, мета, поля, чарсфилд, текстфилд и так далее. Все это попробуйте найти в документации. Найти быстро. Найти и прочитать то, что мы с вами. Вы четко должны знать одно. Хороший программист не все знает. Хороший программист понимает суть и принцип. А дальше он использует документацию. Иными словами, он знает, где найти. Проблема в том, что большинство людей не умеет пользоваться документацией. И это мы, конечно же, как вы увидели на курсе, все это устраняем. Все, спасибо. Погнали. Да, сайт школы иногда спрашивают. spb-tut.ru Спасибо.